Васенька, Вася, 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 он боится уже. Этот кот появился на городской набережной еще в начале лета. Вася, как назвали его местные жители, всегда был на виду. Его регулярно подкармливали посетители набережной и жильцы соседних домов. В конце сентября кот пропал, а спустя целый месяц его услышали работницы Красноярска Энергосбыта. Мы его как бы вот вчера пошли и услышали, что где-то кричит аж таким голосом ужасным. Я не смогла просто и решила позвонить в МЧС, чтобы ребята нам помогли как-то его оттуда достать. За месяц вода в реке серьезно поднялась. Добраться от набережной до острова можно только на лодке. Операции по спасению животных сотрудники МЧС в Каннске ни разу не проводили, но остаться безразличными не смогли. Изначально растерялся, как спасать кота, это как бы не человек. Случай такой неординарный, но тем не менее двое спасателей вышли на плавсредстве на этот остров. Поймали киску и доставили к берегу. После чего я звонил по телефону этой женщине. Ну, конечно, она слова благодарности высказывала. Кота она кормила, обогрела. Ну, вот так вот кота спасли, остался живой кот. По словам женщин, кот прямо на их глазах. Дважды пытался переплыть холодную реку, но сильное течение относило его обратно на злосчастный остров. Несмотря на то, что кот целый месяц провел на необитаемом острове, выглядит он довольно упитанным. Но вспоминать о жизни на острове не очень хочет. Он даже рычит. Он уже не хочет быть на улице. Что ты скажешь в свою очередь? На сегодняшний день коту Василию абсолютно ничего не угрожает. Его спасли с острова и сейчас он живет в бытовке своих спасительниц. Но это всего лишь на один день дальнейшая судьба кота пока неизвестна. У него нет хозяев и спасительница надеется на то, что в ближайшее время он ими обзаведется. Леонид Юрков, Александр Шумилин. Новости.